Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня давайте мы с вами немного поговорим о литургии прежде освященных даров. И хотя пусть еще не настало время Великого Поста, когда эта особенная и по-своему замечательная служба совершается, но зато потом, когда он, пост, придет, вы уже про нее будете знать гораздо больше и, надеюсь, что эту нашу беседу вспомните. Когда-то я о ней уже рассказывал, тут, на этом канале, это было давно, несколько лет назад. Ну, а поскольку уроки наши нужно приводить в порядок, то вот постепенно и выполняю такую поставленную себе задачу выложить видео нормального качества и с приемлемым звуком, чтобы вам удобно было смотреть и слушать. Естественно, что материал тоже нужно излагать понятным языком, а иначе до чего все это тогда делать, верно же? Так вот, теперь, что касается самой литургии прежде освященных даров. То, как вы, наверное, слышали, авторство ее и происхождение обычно у нас связывают с именем святителя Григория Двоеслова, Папы Римского, хотя церковные историки говорят о том, что она существовала на Востоке и до него, а уже оттуда была им взята для богослужебного использования в церкви римской. Вполне возможно, что была им же отредактирована и приведена к тому современному виду, который теперь имеет. И да, еще, дорогие друзья, пусть вас так же не смущает его титул и именование Папа Римский, потому что жил и трудился он в VI-VII веках, и это было еще задолго до того церковного раскола, о котором все вы знаете. Сам раскол ведь с римской церковью произошел уже в XI веке, в 1054 году. А до этого момента все это была одна большая неразделенная христианская церковь, и поэтому мы с вами можем спокойно и не кривя душой сказать, что Папа Григорий Двоеслов был Папой Православным. Нам известно, что Великий Пост – это время особенное, покаянное, время сокрушения о своих грехах, различных пороках, время, в которое человек совершает над собой очень большое аскритическое усилие. Литургия же вообще сама по себе, когда верующие причащаются, там, литургия Иоанна Златоуста или Василия Великого, это наоборот, службы очень торжественные и праздничные. Но ведь и во время Великого Поста христианам тоже нужно причащаться, верно же? И, казалось бы, как же можно соединить эти два противоположных состояния и явления – постовой службы и торжественной по духу литургии? Вот для этого такая литургия прежде освященных даров и существует. Чаще всего ее можно увидеть по средам и пятницам Великого Поста. Но не только в эти дни. Служится она и в некоторые другие. Мне раньше приходилось совершать ее довольно часто, потому как служил в соборном храме, а там богослужения идут ежедневно, даже по нескольку раз в день. Я был самым молодым батюшкой, и поэтому приходилось служить чаще других. В общем, набирался опыта. Мне нравится, как дети называют ее, эту службу, службой с колокольчиком. Все потому, что звук маленького колокольчика во время ее совершения – это такой характерный признак. Им звонят в самые торжественные моменты, и молящиеся, услышав его звон, становятся на колени. Такой колокольчик, насколько мне известно, используется только во время этой службы и только в этот период года. Литургия прежде освященных даров, как я уже говорил, она особенная. Может быть, несколько непривычная для нас, но очень-очень запоминающаяся. В ней имеются элементы, которых в другое время и не встретишь. Например, когда хором и священником поется так называемый «Великий прокимен». «Да исправится молитва моя, я как ходила пред тобою». Помните такие слова. Можно довольно много говорить о ней, и она, несомненно, того стоит, чтобы изучить ее подробнее, ознакомиться с последованием элементов и их пониманием. Литургика же вообще, то есть сама наука о богослужении – это наука очень обширная, и изучать ее можно всю жизнь, и чтобы полностью изучить, все равно никакой жизни не хватит. Но она очень интересная и полезная. В данном формате наших выпусков, понятно, я в большей степени стараюсь просто обратить ваше внимание на какие-то моменты церковных служб или их особенностей. Верю, что потом, когда вы придете на богослужение, скажем, в тот же Великий пост, например, то будете участвовать в нем уже более осознанно. Кстати, есть еще у литургии прежде освященных такая отличительная особенность. Во многих храмах она служится не утром, как мы с вами привыкли, а вечером. И это бывает даже удобнее тем, кто, например, по утрам работает. Вечером они могут прийти и на ней причаститься. Но как бы там ни было, все равно о времени ее служения, о времени ее начала лучше узнать заранее, заблаговременно, потому что бывает она и по утрам. И если у нас речь пошла уже об особенностях, то есть еще одна, но существенная. Во время нее не причащают маленьких грудных детей, потому что преподаваемые на ней дары, которые освящаются заранее на воскресной литургии, стоят в засушенном виде среди недели на престоле. И только потом, в среду или в пятницу, когда служится литургия прежде освященных, эти дары помещаются в чашу, туда же потом вливают вино, добавляют горячую воду. Но они все равно дары для маленьких детей довольно твердые. И вот поэтому маленьких деток на такую службу приносить не нужно и причащать на ней не положено. Вот на этом, пожалуй, мы с вами сегодня и остановимся. Возможно, что к этой теме, да еще и не раз мы с вами вернемся, но уже в другой раз. Вы же напишите, пожалуйста, бывали ли вы на этой службе или нет, и оказалась ли наша беседа хоть немного полезной. Всем, как обычно говорю, большое спасибо, друзья мои, за ваше внимание, комментарии, подписку. Особенно за то, что этими роликами делитесь и тем самым мне очень сильно помогаете. До новых встреч, дорогие друзья, братья и сестры, Христос посреди нас.